Приветствую вас и ответ на вопрос, который вы задаете, кроется в вашем тексте на самом деле. Видите ли, насколько вы говорите, что мужчина вас не ценит, насколько вы говорите, что он не уделяет вам должного внимания, настолько же вы обесцениваете себя. И это обесценивание себя проявляется именно в том, как вы позиционируете, как вы оцениваете то, что происходит. Иными словами, с самого первого своего слова, когда вы сказали, что у меня самая банальная ситуация, вы уже обесценили себя. Почему? Потому что ваша ситуация не банальна для вас. Ваша ситуация для вас, напротив, очень не банальная. Ваша ситуация, она животрепещущая. И я не думаю, если честно, что нерешение этой ситуации, ну, приведет к чему-то хорошему. Тем более, что у вас есть дети, тем более, что вы сами, ну, чувствуете неудовлетворенность с собой. Просто вы говорите, что я бы занялась танцами и так далее, да, ну, вот муж мне как бы не дочь и не дает даже, а просто возможности такой нет у меня. Понимаете? Вот именно потому, что вы считаете эту ситуацию банальной само по себе, у вас и проблема. Именно поэтому, если бы вы не считали эту ситуацию банальной, если бы вы относились к ней серьезно, сразу, изначально, ну, очень велика вероятность того, что ничего бы не было. Ну, например, вы говорите, что ваш мужчина, он всегда так вел себя с вами. Но если он всегда так себя вел с вами, то зачем, зачем тогда вы завели детей? Для чего? Или дети, по вашему мнению, должны были как-то скрепить вашу семью? Но если так, то получается, что на детей вы возложили ответственность своего рода спасателю, то есть дети должны были вас спасти. Получается. Вопрос. А почему они должны были вас спасать? Напротив, это им нужно, это им нужна ваша поддержка, им нужно ваше тепло, им нужна, ну, какая-то, знаете, стабильность что-то. Но ни в коем случае не стоит перед ними задача спасти ваш брак, спасти ваши отношения. То есть здесь вопрос к вам, опять-таки. Где ваша ответственность за то, что происходит? Далее, значит, ну, то, что муж игнорирует вас, не проявляет внимания, хотя он и положительный человек в целом. Это понятно. То, что вы даете ему свободу, личного пространства, он занимается бегом, раз в год выезжает в горы, тур походы, при этом вы всегда с детьми, когда он уезжает. Это точно понятно. Непонятно немножко другое. С чего началось такое разделение труда, если угодно. Почему оно, это разделение труда стало возможным? Ну, для вас. Ведь у мужчинца, я так понимаю, всегда были, ну, подобные варианты времяпровождения. И он всегда любил заниматься бегом. Ну, опять же, как я понял, всегда. Правильно? Если он всегда любил заниматься бегом, то получается, что вы его принимали раньше, что он вот, ну, занимается этими вещами. И вряд ли вы его, ну, как-то вот обвиняли в этом. Далее. Когда вы с детьми, почему вы взяли на себя ответственность за детей своих полностью только вы? Почему только вы ими занимаетесь? А муж? Как же муж? Это ведь и его дети тоже. И если он оставляет их с вами, значит, он как бы, либо считает, что это нормально, нормально с ними оставаться вам только. Либо, ну, как бы, он к ним не очень расположен. То есть, ну, не очень сильны у него родительские чувства. Вот. Но то, что вы приняли на себя ответственность за детей, это, опять же, ваш выбор. Это не выбор мужа. Не только его выбор. Это еще и ваш выбор. Поэтому здесь нужно, нужно, в обязательном порядке, однозначно, совершенно, само себе признать. где мой выбор, где то, чего я хотел, получаю ли я то, чего хотел и так далее. Вот. Но получается, что вы сейчас с мужчиной разводитесь только потому, что вам перестало нравиться то, что у вас было изначально. Это уже вопрос ваших чувств. Ваших чувств. А? То есть, ну, насколько, насколько вы к мужу расположены, насколько вы хотите для него делать что-то, насколько вы готовы для него стараться и так далее. И так далее он был холодненько. И так далее он проявлял себя вот так по отношению к вам. Вы же терпели это до определенного момента. Вот и вопрос, опять же. Зачем? Далее. Значит так. Только, тогда, только, когда он уезжает, я слышал какое-то участие или любовь в его голос. Весь не очень понятный. То есть, мужчина проявляет к вам любовь, проявляет к вам нежность. Только, когда уезжает, вот сейчас, а когда вы вместе находитесь, он к вам абсолютно безразличен. Но это ведь с чего-то нашифровалось, у этого ведь есть, ну, если можно так сказать, у этого есть причины. Твои причины. И вопрос заключается в том, какие это причины. Понимаете? Вот. Вот вы и постарайтесь себе на этот вопрос ответить. Что за причины повлияли на вашего мужа так, что он проявляет свою любовь только, когда уезжает? Так же было не всегда, я более чем уверен. Так было не всегда. Ну, мы же как-то замуж вышли за него. Вот. То есть, здесь вот обязательно нужно этот момент учитывать. То есть, нельзя просто взять и человеку сразу сказать, что вот, мол, все, я с тобой больше, не знаю, больше не буду с тобой взаимодействовать, да, все, я от тебя ухожу, все, я с тобой разложусь там и так далее. Вот. Но это было бы неправильно. Сперва нужно понять. Сперва нужно понять, что именно происходит с мужем. Вот. Дальше. Если честно, я устал от внимания, от невнимания и приходит мысль на развод. А что вы сделали, чтобы это внимание было к вам? Что вы сделали, чтобы это внимание у вас было? Что вы сделали, чтобы муж проявлял это внимание по отношению к вам? Понимаете? Вот о чем, ну, можно и нужно говорить в этой ситуации. Понимаете? Потому что, ага, потому что, если вы для внимания этого ничего не делали, ничего не делали абсолютно, только вот, ааа, позволяете ему быть, аа, ну, вот с собой, да, позволяете ему делать то, что он хочет делать. Но этого мало. Нужно больше. Нужно больше. Нужно больше что-то для этого. Понимаете? Вот. Так что, здесь, аа, тоже, ну, ну, нужно, ага, подумать. Обязательно. Да. Дальше. Я, конечно, понимаю, что многое зависит от женщины, но если к тебе всегда холодный, то у меня нет никакого желания давить тепло. А почему к вам холодный? Что заставляет человека быть холодным по отношению к вам? Вы в корень не смотрите. Вы говорите как бы о следствиях. Вы говорите о следствии того, что произошло. Но не говорите о причине. Какая причина того, что сейчас происходит? Непонятно. Согласитесь. Далее. Я бы тоже занялась чем-нибудь, к примеру, танцами, но пока дети маленькие, ну и на мое внимание. Ну, вот здесь, понимаете, здесь у вас такая проблема. В том, что вы себя так ставите, вы себя так позиционируете. То есть, детей, в принципе, в принципе, детей вполне можно оставлять с нянечками, с воспитателями, с тем же папой, например, когда он дома и так далее. То есть, все это, в принципе, все это, в принципе, делается. И делается, ну, не сказать, чтобы так уж сложно. Потому что, ну, у многих, у многих людей дети. И что это? Крест? Что это? Что это? Конец жизни? Нет. Это не конец жизни. Наоборот, начало новой жизни. Поэтому, я думаю, что, я думаю, что вам необходимо, именно этот момент тоже, как то, ну, это тоже момент нужно учитывать. Далее. Значит, так. Скоро можно опять уезжать в свой отпуск. Для себя решилось, что не буду ему звонить вообще. Может, так он поймет, как бы он никогда-то чувствует себя не нужно. Ну, интересно, что вы не задаете никакого вопроса. Это просто что-то решили для себя и все. Вот. Просто высказали, высказали все. Даже не сказали, что это проблема, а просто вот, ну, какая-то ситуация, да, есть и все. Вот. Вот. Ну, вот. Давайте подумаем. Вопрос-то в чем? Ну, вот, не ценит вас муж. Вы будете ему зверкалить насчет его отношения к вам. Вот. Будете зверкалить и к чему это приведет? Месть такая вот вашему мужу. К чему она приведет? Вы думаете, что муж внезапно поймет, что с вами нужно по-другому себя вести? Нет. Он этого не поймет. Он и не должен этого понимать. Потому что его все устраивает. Не устраивает-то вас. Знаете, в чем дело? Не устраивает именно вас. И поэтому, потому что не устраивает вас. Вам же и нужно менять свое отношение. Вам и нужно менять свое поведение. Не мужу нужно сделать что-то. Его сделать. А вам? Не зверкалить ему на показ. Ну, выставляя на показ, да, то, что он вам не дает. А говорить об этом. Говорить о том, что вам, например, не нравится. Говорить о том, например, чего вы хотите. И если он, муж, не готов вам это выдавать. Ну, вот. Того, что вы хотите. Тогда, тогда уже вопрос стоит ребром. Ну, именно ребром. А не так, как вы это делаете сейчас. Понимаете? Вот. А я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. На ваш. Вы не задавали вопросов, в принципе. Из чего у меня порой запечатление, что вам не с кем поговорить. А если вам не с кем поговорить. Если вам не с кем поделиться. Ну, своей проблемой. Да. То, как бы, возникает тогда другой вопрос. Возникает другой вопрос. Если поделиться проблемой не с кем. То, как обстоят дела с коммуникацией у вас. С вашими коммуникациями. И почему так вышло, что в вашем окружении нет никого, кому бы вы могли рассказать о своих проблемах. Об этом, об этом тоже нужно подумать. Итак. То, что вас не ценит ваш муж. Это проблема самошенки. Вашей. И, соответственно, именно самооценку вашу. Можно и нужно. Поднимать. А будут над ней. Личные границы устанавливать. Ну, учить. Учить устанавливать личные границы. Вот. Просто потому, что это важно. Это нужно. Это необходимо. Необходимо. Необходимо именно для того, чтобы вы сами, вы сами, чтобы могли выстраивать адекватные отношения с людьми. Да. Вот. Не такие. Ну. Ну. Не такие вот, знаете. Как и у вас сейчас. Да. А именно адекватные. Адекватные. Правильные. хорошие. Хорошие. Интересные. Устраивающие вас. Во всем. Понимаете. Это важно. Это важно. Это важно. Это важно. Если мы говорим об отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.